Степень ограничения возможностей, но мы начали только у себя в Парканах и Тирасполь-Бендер. Ну, Слободейский вот район, потому что далеко ездить, это все время проверки, все время далеко мы ездить не могли. Ну, как бы, ну, это пилотирование, у нас средств всего на 8 персональных ассистентов. Вот, нам пишут заявление, мы рассматриваем, выбираем самые тяжелые степени ограничения возможностей. Большинство деток у нас лежачих, мы для пробы, как бы, чтобы показать, это не только на детей распространяется. Взяли, у нас есть мама, которая ухаживает за 40-летним парнем, полностью лежачим, у него только голова работает. И жена, которая ухаживает за тоже лежачим мужем тоже. А так, остальные все дети в тяжелом состоянии. Они заполняют у нас, мы разработали все-все-все, ну, конечно, посматривали, как-то за границей делается все. Вот, там заявление. Кто не попал в этот список, ну, кто сейчас, мы пишем лист ожидания. И у нас в листе ожидания есть. Если вот у нас, как, конечно, не дай бог, бывает, что дети умирают. У нас такого не было, слава богу. У нас просто уехала она себе, и следующий, кто был в листу ожиданий, ну, там даже не следующий. Получается, что опять комиссия выбирает, ну, самая тяжелая степень ограничения возможностей, материальное и тяжелое материальное положение. Значит, в чем вот у меня встречался с министром соцзащиты, в правительстве было заседание правительства. Вот по нашему вопросу, правда, нам пока во всем этом отказываются, говорят, что денег нет, в будущем сделаем, вы пока работаете. Вот. Я вот пытаюсь донести, что все время, что нам вот министр говорит, это сразу много людей. Говорю, нет, не надо, у нас неправильное понятие социальной справедливости. Или всем, или ничего. Нет, мы, вот просто нашей организацией, мы же возим, допустим, помощь, благотворительную, и по паркану. И нам депутаты выделяют средства, мы по паркану помогаем. Но, они говорят, ну, всем, 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 кто с ограниченными возможностями. Приезжаешь в одну семью, там, ближайший ребенок, ну, мужа нету, ужас и ужас. Тяжело, ну, я думаю, что состояние такого семьи. Информат. Езжай в другую, стоит большой дом, стоит лексус, выходит какой-то парень в цепи золотой, колледж 16, качок. Я говорю, а кто здесь вот такой-то, такой-то, вот инвалид? Я говорю, а что такое? Когда мне был годик, у меня был порог сердца, мне сделали пенсию всех, кто прошел. Там у Глебри занимается, все. Одинаковая пенсия у них, одинаковая помощь. И это, ну, как бы, не социальная совсем справедливость. У нас, мы обратились тоже к депутатам, в духовный совет, вот с этим вопросом, чтобы ввели персональную стенку, и также обратились в духовный совет, чтобы сделали градацию. Это уже давно назрело, чтобы дети тоже были по степени ограничения возможностей поделить. Чтобы не просто ребенок инвалиден и не ребенок инвалиден, а чтобы была градация, как у взрослых. Например, в Молдове, то три градации. В Германии пять градаций. Пять градаций, там, катастрофическая инвалида, то есть, когда дети не то, что ничего не говорят, ни голову не поднять, ничего, вообще идут на катетерах полностью. Это катастрофическая. Потом идет более простая. И так вот, пять категорий вот в Германии. И, соответственно, с этими категориями отличается помощь. Тем, которые там совсем лежачие, одна помощь. Тем, которые мама... Ну, это несправедливо. Допустим, пенсия одинаковая. Один ребенок лежит дома, мама работать не может. А другой ребенок ходит, допустим, в революционную школу, мама в это время работает. А пенсия у ребенка одинаковая. Мама может там заработать, там, 3-4 тысячи месяца. А пенсия, который сидит, получает 900 пособий, на которые прожить невозможно. Два года назад мы организовали у нас в парканах семейный клуб. Потом нам начали обращаться другие, мы всех собирали, кто хотел. И мы проводим в интернете, в программе Zoom, каждый месяц родительские клубы. И вместе с родителями вот эту идею, что у нас принят этот персональный ассистент. Ну, все руками и ногами, конечно, за. Продолжение следует... Продолжение следует...